В последнее время из-за трудностей в экономике бюджет региона не может позволить вкладывать дополнительные средства на развитие банка. Именно поэтому был необходим инвестор, обозначил ситуацию губернатор и добавил, что краю сегодня важно иметь сильный региональный банк. В первую очередь для поддержки аграрного сектора экономики, а также малого и среднего бизнеса. Создавать с Российским национальным коммерческим банком вместе делать экономику нашего региона. Это очень важно. Тему вчера и президент России Владимир Владимирович на встрече с опорой России поднимал средний и малый бизнес, который сегодня по большому счету без лишнего преувеличения является где-то локомотивом нашей экономики. От нашей совместной работы я ожидаю новые подходы в кредитовании малого и среднего бизнеса, поддержка стартапов, проектное финансирование. Очень много вопросов, которые сегодня не находят разрешения в существующей банковской системе нашего региона. Ведь они сегодня ходят по банкам и ничего не получают. Если мы не ставим условия для того, чтобы малый и средний бизнес зарабатывал, они зарабатывать не смогут. Поэтому нам необходимо сегодня рассматривать проблемы с точки зрения реальной помощи малому и среднему бизнесу. И здесь просто нужен ручной подход. Игорь Владимирович, мы безусловно разделяем ваше мнение и одновременно банк работает в федеральном округе с привлечением господдержки. И у нас уже есть сделки, которые прошли и сделки, которые на рассмотрение с такой поддержкой. Одновременно мы имели опыт общения и с агентством кредитных гарантий, и с корпорацией. Мы в текущем состоянии, когда мы предлагали те предложения, которые способствуют прохождению кредитования малого бизнеса с господдержкой. Коллеги нас слышали и принимали активное участие. Мы готовы включаться в работу, безусловно, вместе с вами, однозначно. Обсудили на встрече льготную ипотеку для молодых специалистов. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что Крайинвестбанк продолжит участвовать в социальных программах региона. Льготное сегодня ипотечное кредитование – это проблема очень большая. Особенно льготное ипотечное кредитование для тех специальностей, для тех молодых специалистов, которые очень сильно сегодня нужны на селе. Это и медики, и молодые преподаватели. Они должны на нашем селе остаться. Но для этого должны иметь возможность, а мы дать им эту возможность, чтобы хотя бы жилье у них было, чтобы своя крыша была над головой. Поэтому я очень надеюсь на льготное ипотечное кредитование для молодых специалистов. Крайинвестбанк сегодня входит в число крупных банков страны. В нем обслуживаются более 400 тысяч человек. Кроме того, тысячи организаций заключили с банком соглашение о зачислении зарплат своим сотрудникам. При этом большинство из них – бюджетные предприятия.